Я надеюсь, что вы следили по вашим ТОРам. И эта история, она очень известна, и даже на прошлой неделе Леон говорил об этом. Когда Авраам покупает поле, точнее, пещеру, на конце поля, для того, чтобы похоронить свою жену Саруха. Мы будем продолжать об этом, но сначала я хочу, чтобы мы прочитали на русском. Прочитаю сразу на русском с 24 главы книги Бытия. «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне, и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего перед тобой, ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобой, ты будешь свободен от сей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». Здесь есть очень интересный пункт. Авраам посылает своего раба, чтобы он привел жену своему сыну Исааку. И здесь есть два центральных пункта. Мецед אחד, он говорит, «Аль тиках иша мипо, ме аезор ипо, ше анахну гаррим ахшав». С одной стороны, первое, он говорит, «Не бери ему жену, не ищи ему жену среди людей, которые живут вокруг нас». Но вернись к нашей родне. Тагзор лимуледет, в тиках мишам. В те места, где мы родились, и оттуда возьми ему жену. Когда я смотрю на эти стихи, И я пытаюсь представить, почему это было настолько важным ему. Была ли его семья, которая была у него там, на родине, лучше других? Возможно, есть такого рода толкование, Говорит по этим стихам. Можно думать о нас самих. Что говорится здесь, подразумеваются верующие и неверующие люди. Понял. Что не стоит верующим и неверующим смешиваться. Я не думаю, что можно таким образом толковать эти стихи. И я объясню, почему. Потому что семья Авраама, которая жила в стране его рождения, они были все идолопоклонниками. И именно по этой причине Авраам ушел от них тогда. И так же, в том месте, где он сейчас жил на данный момент, так же все поклонялись идолам. И именно поэтому, тот факт, что он посылает своего раба туда, на родину, никаким образом не связан с верой. Не связан с кем, или во что ты веришь, или в какому Богу ты поклоняешься. Потому что и там поклонялись идолам, и здесь поклонялись идолам. Но есть другой пункт, очень важный, почему это происходило. Потому что Авраам знал, что если Ицхак возьмет жену, сыну, из этого народа вокруг него, то у них будет возможность, или опция, или право, требовать часть этой страны у него. Но до этого, Бог сказал Аврааму, что тебе и твоей семье я дам всю эту страну. И в завете, который сделал Бог с Авраамом, он обещал ему, что всех этих людей, все эти народы, которые вокруг тебя, я удалю от твоего лица. И поэтому Авраам не хочет давать им хоть малейший шанс, чтобы у них было право потребовать от него что-то. Он помнит обещание Бога. Потому что если он берет кого-то из своей родни, то нет никакой проблемы. Потому что обещание относилось к твоей семье, к твоей семье я дам эту землю. И поэтому у Авраама есть этот очень важный пункт. Земля должна принадлежать мне. Именно поэтому он покупает часть из нее. Он делает первый шаг, который он может сделать. Возможно, все это происходящее кажется случайностью, то, что и Сара умерла, и все так происходит. Но это не случайность. У него действительно есть возможность покупать и платить. В этом видим, что я, мы дубар, весь и пар, нуль масса у матана за бен Эфрон для Авраам. И вы знаете, когда мы читали вот эту торговлю между Авраамом и Эфроном. И в Шарлахшов, что Эфрон умерло, как это бахинам? Что это любой бахинам, или это у Итковен? И в Шарлахшов, как это? Предположить, что Эфрон предлагал ему, бери бесплатно. Можно так подумать, но на самом деле этого было не так. Ло, а фух, они умерли, что Эфрон умерло, что у Лёйтковен бамет можно подумать, что он не предполагал действительно отдать бесплатно. Но я думаю, что да, действительно он хотел отдать ему бесплатно. Потому что в их глазах Авраам был очень достойным человеком, как Ангел Божий, и был очень уважаемым человеком. И мы помним историю с царем Давидом, когда он пришел и хотел построить жертвенник на поле одного человека. Этот человек так же говорил Давиду, возьми это бесплатно, я отдаю это тебе. Это был какой-то шаг чести, достоинства для царя, отдать ему бесплатно. Потому что все сыновья Хета говорили, мы дадим тебе бесплатно землю, где ты решишь ее похоронить, это честь с нашей стороны. Но у Авраама есть своя ценность. Если я сегодня возьму у них что-то бесплатно, то завтра или через какое-то время, какие-то годы прошедшие, кто-то придет и потребует у меня это обратно. И я не смогу сказать, что это мое. И я не смогу доказать, что у меня есть вообще часть какая-то в этой земле. Даже сегодня нам с трудом удается доказывать, что эта страна принадлежит нам. Очень многие страны вмешиваются и пытаются навязать нам свою волю. Верните эту территорию, эту территорию, эту территорию. Вы знаете, до того, как вообще организовался Израиль, стал Израиль, провозгласился, есть такая организация, называется Керен Каемет Ли Исраиль. То, что они начали делать, они начали покупать землю за деньги. Чтобы никто потом не смог сказать, что это моя земля, это моя страна. Но чтобы были документы, вот у нас документы, мы купили эту землю. И это то же самое, что Эвраам. Он может получить это бесплатно, но говорит, нет, я готов заплатить. Я готов купить эту часть, которую Бог обещал мне. И задумайтесь также о вере Эвраама. Это была единственная часть, что он купил, только одна часть земли, которая принадлежала ему, и больше ничего. до времени, когда Иешуа Бен-Нун вошел в землю и завоевал ее, ничего кроме этого места не принадлежало Эврааму и сынам Израиля. Можно сказать так, что он начал какой-то процесс. Процесс, который был связан с его верой и обещанием Бога. Он знал, что вся эта земля будет принадлежать его народу и его семье. Но надо начинать с чего-то небольшого. Нужно прилагать также твои усилия, чтобы достигнуть этого. И именно поэтому он говорит, что я не хочу, чтобы мой сын возвращался в другую страну. Он даже готов отменить свадьбу, чтобы достигнуть обещания Бога. Он готов даже оставить своего сына холостым, но исполнить обещания Бога. Главное, чтобы Ицхак был с ним в этой земле, в той земле, которую Бог обещал им. Каким образом вся эта история может касаться нас? Я думаю, когда мы говорим об Израиле, это тем или иным образом касается всех нас как сынов Израиля. И здесь Авраам дает нам пример, говоря, не возвращайся в ту страну, из которой ты пришел. Даже если у тебя есть очень-очень важная причина, или брак, или жена. Он говорит, чтобы исполнить обещания Божьи, мы должны сделать свой шаг. Мы должны быть здесь. И этот маленький шаг, который мы делаем, это то, что может потом привести к большому благословению. Но нужно много терпения. И возможно, что не сразу мы увидим результаты. Возможно, что большинство из нас сегодня находится в такой ситуации, что нет у нас ни дома, ничего в этой земле. Мы снимаем помещение, квартиры. Но Бог обещает, что эта земля будет принадлежать нам. Точно так же, как Авраам купил. Законно, с документами, чтобы иметь доказательства на руках. Также придет день, когда или мы, или наши дети, или даже наши внуки увидят это благословение. Но возможно, сегодня ты просто должен влаживаться, жертвовать что-то для диеты. Потому что это наша страна. И мы просто должны хранить ее. Аминь.